Немалый ажиотаж среди мам вызвала интернет-петиция жительницы Новосибирска Натальи Бусаровой, попросившей власти в третий раз облагодетельствовать народ, выплатить пособие 10 тысяч рублей на детей в августе. Обращение подписали более 150 тысяч человек, впрочем, формат не обязывает власти его рассмотреть. Мы поговорили с Натальей о том, что сподвигло ее лично создать петицию о детских выплатах 10 тысяч в августе. Даже в комментариях на сайте начались стычки между людьми. Одни горячо одобряли необходимость выплаты, а других при этом возмущало, что она предназначена только детям. А как же пенсионеры, бездетные работяги и бюджетники? Впрочем, превратить в склоку серьезное намерение Натальи спорщиком не удалось. Петиция уверенно набирает обороты. Сама Наталья рассказала, как ей в голову пришла эта затея. Отправила петицию, потому что допекло все это состояние неопределенности, говорит она. Я слышала, что в думе на нее отреагировали, однако петицию я адресовала не депутатам. Надеюсь, что будет реакция на более высоком уровне. У 35-летней Натальи двое детей-школьников. Сама она работает бухгалтером и работу за время пандемии не потеряла. А вот ее муж, к сожалению, лишился заработка. Он трудился поваром в кафе. И забота о хлебе насущным тяжким грузом легла только на ее хрупкие плечи. А на носу 1 сентября новая статья расходов, и семья к ним пока не готова. Как раз 10 тысяч на ребенка и нужно, чтобы собрать каждого в школу, говорит женщина. Это не считая формы. В действительности Наталью поначалу немало удивило, что ее петиция вызвала такой бурный отклик. Но потом она поняла, что осуществила желание тысяч семей, озвучила и оформила то, о чем другие только думали. Сейчас она даже не успевает читать все комментарии развернувших полемику вокруг ее петиции людей. Чье-то положение оказалось по-настоящему катастрофичным, сказала она. Я считаю, что если люди остались без денег, то их надо поддержать. Кстати, первым во время этой шумихи у Натальи взял интервью главный редактор МК в Новосибирске Анатолий Якимов. Он рассказал нам, что их город славится целеустремленным личностями и богат на инициативы. Здесь много деятельных граждан. Я не совсем новосибирец. Полтора года назад переехал из Читы, пояснил он. Но успел столкнуться с активистами по части волонтерства. Одни помогали в условиях кризиса собирать продукты и деньги на дорогостоящие лекарства, другие их развозили, третьи консультировали по самым разным вопросам. В прошлом году я помогал распространению петиции женщины, которая после смерти ребенка добивалась установить аппарат МРТ в детскую больницу номер 3. Она была написана в апреле 2019 года. В результате петиция набрала очень много голосов и региональный Минздрав в сентябре 2019 года объявил таки тендер на приобретение МРТ для этого лечебного учреждения. Сейчас аппарат помогает выявлять коронавирус у маленьких пациентов. Похоже, новосибирцы в своем суровом климате научились раскалывать льды непонимания. Эти люди могут достучаться до тех, кто наверху. В результате тысячи россиян внимательно следят за ситуацией и верят, что новосибирцы сумеют не только расколоть, но и растопить этот лед.